И всем привет, ребят, с вами Мистер Банька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новому игровому видеоролику с одной замечательной пушкой, а именно пушкой Страйкер. С ней произошли у нас изменения в балансе, занерфили немножечко ее и сегодня мы посмотрим, насколько же сильно она стала хуже, заметно ли это, стал меньше нагибать Страйкер или не стал меньше нагибать. Ну и играть, понятное дело, что мы будем на устройстве с дистанционным подрывом ракет, также мы берем корпус Диктатор, берем на него иммунитет от Эмми и скатаем, я думаю, что сегодня одну каточку по дрону мы сегодня берем, конечно же, бустера для Дико Страйкера, это один из самых удобных дрончиков. Ну и по режиму я думаю, что это будет командный бой, посмотрим, насколько эффективно удастся реализовать данную комбинацию сейчас. Ну и если смотреть на те характеристики, которые изменились, это изменения в критическом уроне и оно стало, ну можно сказать, меньше на 100 единиц по танку, который не имеет ДАшки, а вы наносите урон получается с ДД. То есть, если раньше вы могли нанести урон 1800 единиц, то теперь это 1700 единиц, но с тем учетом, что мы будем играть сегодня с бустером, то урон у вас будет, ну чуть-чуть меньше. Посмотрим, реально ли теперь ваншотать легкие танки, если этот ваншот будет, то в принципе все в порядке, если ваншота не будет, то соответственно уже уничтожать противника будет чуточку потяжелее и чуточку подольше. Я на страйкере с дистанционкой после обновы не катал, играл на страйкере с оглушением и он себя показывал очень и очень круто, поэтому будет интересно посмотреть, как себя будет показывать дистанционка и стала ли она реально хуже, заметно ли это или все это фигня полная и страйкер как был супер крутым, так и является супер крутым. Так, у меня нет урона, что мы делаем? Мы можем самоуничтожиться попробовать, попробуем самоуничтожимся, может быть урон появится, если урона не будет, то он придется обновляться. Катка очень хорошая, очень удобная, это платошка для нашего вооружения, это просто великолепно, но урона, я так понимаю, да, урона у меня к сожалению нету, поэтому давайте мы быстро обновимся. Обновимся, ну и я надеюсь на то, что сейчас у нас все быстро заработает и будет все в этом плане четко. Давайте, давайте загружаемся, карта платошка 6 на 6, я думаю, что не будет даже никаких проблем сейчас камбэкнуть, даже если мы там проигрываем, надеюсь на это. Все-таки Дикострайкер на такой карте является супер актуальным и можно еще хорошее количество дополнительных очков получать за счет раздачи своего овердрайва. Так, нужно на тиммейта раздать, хорошо, полетела котлета, бам, креточек залетел, 1955 урона, что является уже не ваншотом, к слову, не ваншот, не ваншот, 1955, то есть если у легкого танка 2000 хп, то вы уже с одного выстрела его не уничтожите, если он будет целый, если по нему никто урон не нанесет, соответственно, это уже своего рода, ну такой, неплохой нерв, да, то есть если вам надо будет в моменте давать уже не одну ракету, а две ракеты, да, то есть это, конечно, немножко печально. Ну ладно, посмотрим сейчас, сколько туда вообще удастся набить киллов. По танкам теперь получается здесь по среднему надо три выстрела давать, даже может быть в моменте чуть больше, если противник жмет аптечку. Ну и тут на такой тычке тоже там получается по легкому два выстрела, но немножко потяжелее, да, потяжелее сделали. Вот видите, как 100 единиц только уменьшили, и уже эти 100 единиц чувствуются, да, то есть чувствуется, что становится потяжелее реализовывать нашу пушку. Ну ладно, с критами, если все будет вылетать, то в принципе будет, наверное, все в порядке. 2000 урона сейчас залетело по хантеру, хорошо, пробуем сейчас накидать по харючку. Все, залетает ваншотик, скоро будет овердрайв на центре, ну и пробуем накидочку красивую оформлять. Хантер стопит меня, что там сводится? Наверное, не шафт сводится довольно долго. Прицеливается, скорее всего, это был страйкер. Так, и падает овердрайв на центре, у меня 80% овера уже есть, противник за овердрайвом не выдвигается. Соответственно, мы можем забрать центральный овердрайв, было бы неплохо сейчас еще от этого фреза урон не отхватить. Раздать овердрайв на тиммейта, получаем дополнительные очки. С крита хорошие цифры вылетают, забираем 2 танка, 3 танка с овердрайва, супер бомбово. Миночку на подъемчике, аптечка дроповая и добавка еще. Еще, бам, хорошо, 3900, ну и здесь надо еще подкидать чуть-чуть. Добавка есть, и добавляем еще сюда. Не знаю, зачем хоппер на страйкере сводится с восьмеркой. Можно было бы просто по одной тычке давать по противнику и тоже бы залетало бы неплохо. Харек прожимает зачем-то овердрайв, когда от него смысла особо не было. Ну и у нас уже 16 киллов есть, с тем учетом, что я прогрузился, обновился. Ну, наверное, неплохо. Наверное, неплохо. Будем пробовать сейчас набивать здесь больше. Посмотрим, сколько вообще получится за такую катку набить киллов. Играл подобную катку на рикошете. Вы видели эту катку, в которой я набил где-то около 60 киллов. И тут у нас примерно такой же самый бой. Заодно посмотрим, насколько много киллов можно набить на такой катке на дикострайкере. А не на рикошете. Рикошет себя показал хорошечно. Дикострайкер, в принципе, ну, наверное, тоже неплохо пока что себя показывает. Корефреза забрали. Отлично. Мне бы вообще лучше всего было бы ставить вот там вот право. Здесь сейчас на хантера страйкер становится. Но, в принципе, если и не там, то можно было бы и здесь поконтролить позицию. Главное, конечно, не пропускать так противника, чтобы меня не сливали. Когда можно там тоже набрасывать хорошие тычки. 70% овердрайва у меня уже накопилось. На центре падает еще один овердрайв. Ну, и будем стараться раздавать его. Так. Было бы еще на кого раздать его. Давай, шафт, откройся чуть-чуть. Хорошо. Бахнуло. Так. Раздать я раздала. Слить теперь с этого овердрайва кого-то. 600. 800. Еще 800. И еще 800. Офигеть. Кто-то держит теперь танк урона? Нормально. 100 единиц, а? Проблем по ощущениям уже доставляет не так уж и мало. Так. Харечек. Харечек очень сильный. Очень сильный харечек попался. Ну, если вам сказать мое первое впечатление, то я чувствую, что в моменте не хватает чуть-чуть урона. То есть, если танк целый, то чувствуется, что чуть-чуть не хватило. И у тебя там осталось 0 хп, но тебе надо выдать еще один целый страйкер, чтобы его уничтожить. Если у него есть дрон фулкачанный, то есть, тебе где-то чуть-чуть не хватает. Ну, а так, в общем и целом, ну, наверное, страйкер как страйкер. Моя любимая дистанционочка как моя любимая дистанционочка. Работа шикарная, бомбическая, занерфленная. Да, занерфленная. Но она все такая же. Крутая, прекрасная, нагибаторская и родная. 60 киллов у нас на тиму есть. 60 на 40 ведем. 27 киллов уже есть. Пол боя прошло. Потом попробуем дать здесь, ну, хотя бы, я не знаю, каких-нибудь киллов 50-60. Если получится, будет супер. Ну, и также надо попробовать еще пореализовывать овердрайва. Желательно, чем больше, тем лучше. Так, ну и тиммейты, тиммейты, страховочку какую-то. Ну, что там, сводки какие-то летят. И никак никто не может там свестись, помочь. Что там за сводки такие долгие? 90% овердрайва у меня есть. Можно было бы вообще засейвить сейчас этот центральный овер. Если бы наш тиммейт бы его не взял. Ну, ладно, пусть берет. В принципе, ничего страшного. Пусть попробует его реализовать. Изида противная, очень противная Изида. В упоре. Я, к сожалению, с ней, ну, практически, наверное, ничего сделать не могу. Рисковый овердрайв, но он работает. Рисковый овердрайв работает. Диктатор на раскачечку. Оп, хорошо, 1700. Добавка еще по двум танкам. 31 килл. 31 килл, 7 минут до конца. Пробуем. Пробуем добавить еще с правой зоны. Ну, и было бы неплохо сейчас занять позицию. Вот эту вот. И попробую здесь еще поднакидать урончика. Бам, бам, хорошо. Добавить по викингу нижнему. Отлично. Великолепно. И добавить по хантеру еще сюда. Бах, 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 бах. Отлично. И теперь можно было бы еще... Ай, хотел сказать, еще этого титанчика забрать. Но титанчик со фулл сводочкой, с восьмеркой, да? Да, с восьмерочкой свелся. Не получилось его забрать. Ну, ладно. По киллам уже отрываемся. Отрываемся еще больше и еще лучше. Это не может не радовать. Кто-то у нас там в очередной раз сводится. Не знаю, кто это. А, это, наверное, опять хоппер, да? Сводится. И сводочка у него особо сильно не удалась. Не сработало. 1200 на накидке. Хорошо. Добавить бы еще по вика этой смоке. Было бы вообще великолепно. Ну, ладно. Ладно. Ну, ладно. Бам. Давайте накидаем тогда здесь по хоре фрезу. Что-то у хоре фреза уже урон не идет, походу. Опять мне восьмерка залетает. Красивая. 5 минут до конца. 70% овердрайва. Было бы неплохо, конечно, контроли здесь овер на центре. Теперь еще овердрайв мне обязательно надо забирать. Потому что у меня будет еще хуже процент. Хоречек начинает бить и сразу откатывается. Не хочет долго меня колбасить. Понимая, что придется... Ну, чуть подольше, наверное, наносить урончик по другим оппонентам. Но все равно он мог меня слить. Не знаю, почему он решил меня не сливать. 5 минут до конца. У нас 39 килов. Так, это почти сороковочка. Сейчас раздадим овердрайв здесь отверха. Раздадим на титана шафта котлетку. Бах. Оре фри за ваншот. Раз. Опера фри... Опера и зиду не ваншотаем. У нее защитник по полторушке. Всего лишь на накидке. Ну и здесь по легеньким еще можно покидать. Добавляем. Отлично. Викинга сливаем. Харечку на добавочку. Еще бы. Еще бы подкинуть. Еще добавить. Хорошо. Супер. По хопера и зиде. Надо на откатик сыграть. Чуть дальше. Хорошо. И теперь сюда на викинга разыгровочку. И под контроль центрального овердрайва взять надо. Потому что совсем скоро должен быть центральный овер. Надо его иметь ввиду. Так. Ореса сливаем. Супер. Опа. И зида появляется. Великолепно. На саппорте и зидка. Это вообще самое что. Не на есть хорошее. Что может здесь быть. Так. Орес. И мне восьмерка сводит. Два танка еще накоцал. В принципе неплохо. Совсем. О. Хотел сказать. Совсем скоро должен плавать овердрайв. А он уже летит. Пробуем сейчас его забрать. Чтобы по мне еще сводка не залетела. Восьмерки. Ну залетает все равно. Без шансов. Не смог я уже никак что-то откатить. Ну есть овер. Давайте раздадим. Сейчас на тиммейтов. Хороши. Хорошо здесь стоят ребятки. Всем по криту даем. Бах. Тычка. Плохая не залетает. Вторая опять не залетает. Третья залетает. Четвертая по викингу есть. Но она уже без крита. Добавляем еще. Добавляем еще. Добавляем еще. Ужас. Сколько держит теперь. По ощущениям как будто как-то тяжелее. Тяжелее стало. Тяжелее чуть сливать стало. Как будто у нас не занерфили не на 100 урона. А занерфили как будто. На я не знаю. На 500 каких урона. Да. Что как-то нам в моментике так чуть-чуть потяжелее стало. Но. Ладно. Ладно. Пробуем здесь по викингу дать. Еще добавить. Еще добавить. Блин. Ну и меня сливают. А это уже получается у нас страйкера нерфили. Да. Если я не ошибаюсь. Ребят можете написать в комментариях. Вроде как у нас страйкера уже нерфили. И это уже не первый нерф страйкера. И то есть у нас нерфят его уже дальше. Тот нерф не так сильно чувствовался. Но этот в моменте уже когда не ваншотаешь легкий танк. И когда не убиваешь средний за два выстрела. Уже где-то что-то чувствуется. Уже где-то есть моментик. Который заставляет задуматься о том что. Страйкер стал похуже. Стал похуже. Но. Все так же. Эта пушка конечно. Даже если она не будет нагибать сильно. Я не знаю. У меня такое есть ощущение. Что я все равно на ней буду играть. Потому что мне вот сама механика. Этого дистанционного подрыва. Настолько сильно нравится. Что даже если. Страйкер не будет жестко нагибать. Я. Все равно буду на нем играть. Потому что самая пушка мне безумно. Просто безумно нравится. Поэтому как-то так. Досрочки у нас к сожалению не будет. 120 килов почти что. Уже набиваем за эту каточку. На команду. Ну и было бы неплохо наверное дать еще. Килов каких 5. Если получится. Если получится. Здесь что-то выдать. Так. Не могу попасть. Что-то по противнику. Сейвится. Так. У меня есть овердрайв. И 50 секунд до конца. Это ластовый овердрайв. Копера изида меня сразу запушила. 1000 очков. За 56 килов. За счет прожатых еще дополнительных овердрайвов очки заработали. Сейчас еще раз здесь еще один овердрайв раздадим. Пробуем сразу забрать. Типочков с позиции. Агрессивный. Так. Титан прожимает овердрайв. Уходим в зону где он меня прострелить не может. Ну и пытаемся накинуть еще дополнительно урончик. Бам-бам-бэм. Бам-бам-бэм. По хопера изида. Изида вообще с вампиризмом наверное да. Как-то очень тяжело ее слить. По ощущениям она с вампиризмом. Так. Сливаю ее. Но и при этом сам тоже погибает. 3 секунды до конца. Победа в кармане есть. По киллам набил примерно столько же сколько я набил на рикошете. Ну и там я играл на викорике. Тут я играл на дикострайкере. Тут чуть наверное потяжелее противник все таки попался. Но все равно. Результат. Довольно таки неплохой. Но. 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 Могу сказать. Что нерв дикострайкера чувствуется. Он реально чувствуется. И видно что эту комбиночку чуть-чуть сделали похуже. И эффективность ее если была например там на 100%. То теперь эта эффективность на процентов наверное 95. Может 90 даже. Поэтому чуть-чуть меньше будете уже фармить очков. Чуть меньше будете зарабатывать кристаллов. Но для меня лично как я уже сказал дикострайкер. Это та самая комбина которая даже если ее перенерфит просто нереально жестко. Она все равно будет для меня актуальна. И она будет для меня интересной. За счет своей механики. И за счет вот таких вот устройств как дистанционный подрыв ракет. У меня друзья на этом все. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Напишите что вы думаете по поводу дикострайкера. По поводу страйкера в целом. По поводу его нерфа критического урончика. Будет интересно конечно же все это дело почитать. И услышать вашу позицию и точку зрения. Ну и также друзья не забывайте подписываться на наш. Ну как подписываться. Ну по идее да подписываться. Переходить. Закликиваться общаться в нашем дискорд сервере. Я вообще практически про него никогда ничего не говорю. Но переходите если вы еще не состоите в нашем дискорд сервере. Присоединяйтесь. Общайтесь. Получайте нужную информацию. Уведомления. О наших всех трансляциях. Ну и плюс еще у нас есть тележечка. Которую я недавно тоже начал вести довольно таки активно. О ней я тоже в видеороликах ничего не говорил. Переходите подписывайтесь на нее. Если вы еще вдруг не подписаны. Стараюсь сейчас довольно активно ее вести. И информировать по поводу стримов. И канале в целом. Да и не только канале. Но и об игре. Писать какие-то посты интересные с топами. Поэтому переходите. Смотрите. Я думаю что найдете тоже для себя полезную и интересную информацию. Ну и будете в курсе всех событий. Которые связаны вокруг канала. Ну и конечно же не забывайте о теге создателя контента. Которое находится вот здесь. Вот в настройках игры в аккаунте. Мой личный так это ТимП. Ставьте его. Поддерживайте меня. Этим. Ну и плюс участвуйте в розыгрыше по тегу. ТимП. На 50 тысяч танкойнов. И на 2 миллиона кристаллов. О нем всю информацию вы можете найти в описании к этому видеоролику. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok